Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, возможно ли вообще избавиться от стеснительности и зажатости. Я не думаю, что от этого нужно избавляться, вот, потому что все-таки стеснительность нужна в некоторых случаях, она позволяет, ну, как-то вот удерживаться, да, в рамках каких-то социальных норм, вот, социальных приличий, которые установлены в обществе, вот. Вот, это все-таки нужная штука. Другое дело, что помимо стеснительности и зажатости, можно и нужно чувствовать себя, да, чувствовать свои желания, чувствовать свои потребности, выражать свои чувства, выражать свои потребности, позволять этому направлять свои действия, вот, свои поступки, позволять этому влиять на стратегию вашей жизни, то есть, ну, организовывать это, вот, и, соответственно, вот это нужно делать. И тогда стеснительность сама просто займет то место, которое должно занимать в иерархии ощущений и переживаний. Я стану полноценным элементом саморегуляции в вашей психике. Но для этого нужно восстанавливать контакт с собой, учиться, слышать себя и приобретать опыт выражения себя, да, вот. Как бы смещая немножечко фокус, наверное, с стеснительностью и зажатости на то, чего вы хотите. А это требует определенного навыка, это требует определенной работы, это требует определенной практики и опыта. А в первую очередь, в первую очередь, часть вашей стеснительности представляет из себя совсем не ее, а что-то другое. Например, злость, негодование, отвращение, недовольство, какие-то потребности, опять же. Это все нужно выражать, чтобы снять вот этот слой стеснительности, который делает это решение как бы сверхсильным. Да, вот, поэтому вообще избавляться от стеснительности не нужно, совсем не нужно этого делать. Вот, ну, нужно просто привести это в баланс определенный, а то получится как бы от одной крайности в другую крайность. Когда в одной крайности человек зажат очень сильно и крайне пассивен, да, и так далее, а в другой крайности человек позволяет себе вообще все и, в общем-то, это тоже снижает качество жизни. Поэтому я думаю, что здесь нужно больше восстанавливать контакт с собой, ну и проживать, учиться проживать те чувства, которые вот, значит, воспринимают с вами как стеснительность и защита от них. Потому что последствия выражения этих эмоций, да, для вас, например, непривычны, нежелательны и так далее. Тут нужно набираться опыта. И лучше всего это делать с психологом, да, в качестве начальных первых шагов. И постепенно привносить в свою реальную жизнь это. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Кто-то позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.